53-я школа, пострадавшая от пожара, будет восстановлена. Однако ремонт не успеют завершить до начала учебного года. На что рассчитывать педагогам и учащимся, знает наш корреспондент. Как и во многих других учебных заведениях, здесь действовал пришкольный лагерь. По этому моменту возгорания в здании находились 42 ребенка и 15 педагогов. Все они быстро покинули помещение, никто не пострадал. Бороться с пожаром спасателям ГСЧС пришлось около 3,5 часов. И это при том, что были задействованы подразделения не только Шевченковского, но и соседних районов. Работало 6 звеньев газодымозащитной службы. Удалось сдержать пожар в тех размерах, которые мы сейчас видим. То есть кровля основного здания выгорела, но пожар не перешел на нижние этажи, не перешел на кровлю от примыкающих участков. Тем не менее, пострадало здание серьезное. На восстановление потребуется немало времени. К 1 сентября никак не успеть, констатировал городской голова. Поэтому дети и педагоги временно будут переведены в 52-ю школу. Ее ученики будут учиться в первую смену, а воспитанники, пострадавшие 53-й, во вторую. Тем временем будут установлены причины возгорания и уже намечен план первоочередных работ. Нужно решить проблему предупреждения промокания школы во время дождей. И плюс пострадала система отопления, которая шла через чердачное техническое помещение. И поэтому нам к зиме нужно однозначно решить вопрос консервации школы. Все остальные работы мы можем выполнять, в том числе и зимой. Наряду с восстановлением здания, городской голова поручил организовать в учебном заведении 3 дошкольных группы, чтобы частично ликвидировать проблему с детскими садами в районе.